Здравствуйте, друзья! Больше всего мне нравится наблюдать за тем, как россияне начинают постигать последствия своего позорнейшего и вероломного нападения на Украину. Когда они с удивлением обнаруживают, что оказывается теперь они мировые изгои и к ним отношение, соответственно, как к мировым изгоям. На них теперь стоит клеймо, на них теперь всеобщее презрение и очевидно, что в жизни нынешних поколений эта ситуация уже не поменяется. К примеру, есть такой известный российский журналист Андрей Караулов, который годами пиарил вот эти тезисы путинской пропаганды о том, что в Украине якобы геноцид русских. Он даже книгу соответствующую выпускал. Когда уже началась война, он обращался к Зеленскому с требованием сдаться, мол, типа, Зеленский, пожалей своих людей, если не хочешь, чтобы мы всех перебили, значит, давай быстрее подписывай капитуляцию. И вот теперь этот же самый патриот России Андрей Караулов с удивлением обнаружил, что оказывается россиянам за границей в кафе плюют в кофе. Настолько их презирают за то, что они сейчас делают. Когда тебе русского, потому что русский чашечку кофе не могут в ресторан подать, плюнуть обязательно в эту чашку. Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай, русский, русский, приносит туда. Пол ресторана уже наплевал. Особенно мне нравится, знаете, как он это с таким недоумением искренним, мол, а нас-то за что? Представляете, в кофе плюют россиянам. Мы-то всего лишь бомбим супермаркеты, разнесли Мариуполь. А эти негодяи к нам так относятся. Какие доказательства еще нужны, что в мире предвзято отношение к русским? Откуда только берется вся эта русофобия? И судя по вот этим глупым выпученным глазам, они же действительно так и не поняли ничего, понимаете? Но многие из них до конца не понимают, что происходит, во что они вляпались. А вляпались они в историю очень серьезную. Потому что вот в такой позор попасть очень легко, отмыться тяжело. На это десятилетие уходят. Уже никакого Путина не будет. Уже и забудут вообще кто это, как он выглядел. А они будут еще разгребать то, что он натворил. Потому что да, это такая история. Германия 70 лет отмывается и еще не до конца отмылась. Потому что еще живы люди, которые это помнят. И точно так же будет с вот этой нынешней позорной захватнической войной против Украины. Пока будут живы нынешнее поколение, эта история точно не забудется. Подписывайтесь на канал, друзья. Потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Давайте вместе поможем россиянам прозревать.